По легенде, на Орлиных скалах в лесу загорелась сухая подстилка. Тут же вспыхнул пожар. Пламя быстро распространилось. Помог ветер. Верховой пожар начал распространяться в сторону населенных пунктов села Ореховка и улиц Жапаридзе, Пластунка. Значит, по легенде пожара загорелось 8 жилых домов и сход с постройками. Именно на Орлиных скалах учения решили провести не случайно. Впереди курортный сезон. В это время здесь, на поляне, местные жители устраивают пикники. Туристы приезжают на экскурсии. Да и вообще, летом возрастает вероятность пожара из-за сухой погоды. Поэтому учения прошли в таком масштабе. В них приняли участие все городские службы. Спасатели, пожарные, полицейские, скорая помощь, сотрудники горгаза и энергетики. 26 единиц техники, 115 человек. Главная задача – отработать взаимодействие. По окончании учений подводят итоги. Отработали на отлично. А эта пожарная машина спешит уже на другой объект. По легенде, на подстанции Мацеста произошел выброс масла из трансформатора. Объем – 18,5 тонн. Последствия могут быть катастрофическими. Подстанция – объект опасный, все под напряжением. И только при реальном ЧП подстанцию обесточивают. Поэтому огнеборцы лишь имитируют тушение. Но даже такие учения, где все условно, дают реальные результаты. Они очень полезны, нужны, так как никогда по бумагам так не изучишь, как в реальных условиях. У нас здесь условия всегда приближенные, максимально приближенные к натуральным. То есть в случае такого сгорания мы уже будем знать, как нам действовать, какие меры предпринимать. На подстанции Мацеста учения проводят каждый год. Ведь объект питает не только жителей всего района, но и часть хосты и участок железной дороги. Такие тренировки – большой опыт, который, надеются и пожарные энергетики, никогда не пригодится.